Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приемная кампания в самом разгаре, как проходит набор студентов в Самарском институте культуры. Отреставрированный МИГ-17 в виде памятника установят в Волгаре на кольцевой развязке улицы Осетинска и бульвара Засамарская Слобода. Такое решение приняли на выездном совещании глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн при участии глав районов и профильных департаментов и общественников. Выбирали из нескольких локаций. Одна из них на пересечении Московского шоссе и Маломосковской в районе Самарского университета. Но от этой площадки отказались, так как два самолета на Московском шоссе могли привести горожан к путанице. Напомним, с инициативой о переносе МИГ-17 с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО на Ирашевского выступили местные жители. По их мнению, после передислокации воинской части самолет мог быть уничтожен. Вот эта триада боевых самолета-истребителей в годы войны Л-2, МИГи и затем уже космические ракеты Куйбышевского самарского производства. Вот это они показывают весь масштаб, почему мы космическая столица. Сейчас реставрация самолета подходит к концу. Я уверен, что он станет гордостью и достопримечательностью не только тех, кто живет в Волгарену, но и всех, кто проезжает мимо. За сутки в Самарской области зарегистрировали 240 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии 70 721 человек. За последние сутки выздоровели 176 пациентов. Всего из больниц выписались 66 927 человек, переболевшие COVID-19. Вакцинация детей от 12 до 17 лет от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинсбург. По его словам, у подростков участились случаи более тяжелого течения заболевания, и их надо защитить. Сейчас в Москве проходит исследование применения спутника ВИИ на детях, обозначенной возрастной категории, на базе детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы. В нем участвует 100 детей. По словам Гинсбурга, у двоих детей была температура 37, но это нормальная реакция. Подростки могли и не заметить температуру, если бы им ее не измеряли. А вот взрослое население продолжают вакцинировать. У самарцев осталось всего 11 дней до конца акции «Самара, я привит». Вплоть до 25 июля жители города, которые привились вторым компонентом вакцины, смогут принять участие в розыгрыше телевизоров, планшетов, ноутбуков, современных смартфонов и других ценных призов. Подробнее об условиях акции расскажет Михаил Ермоленко. Почти месяц назад, по примеру своих коллег, Галина Цыганова пришла в один из прививочных пунктов Красноглинского района получить первую дозу вакцины от ковида. Специфика работы такая, что каждый день контактируешь с жителями, рассказывает девушка. Поэтому хотелось как можно быстрее себя обезопасить. Первую прививку Галина перенесла без побочных эффектов и надеется, что со вторым компонентом также все пройдет гладко. Ощущение после прививки нормальное, что наконец-то я ее вторую сделала. Вроде как теперь я должна быть защищена от ковида. Я в полиции работаю, то есть как бы да, в группе риска и соответственно хотелось защитить себя и своих близких. Завершила вакцинацию Галина с приятным бонусом. Теперь она почти полноценный участник акции «Самара, я привит», которая в самом разгаре в городе. Дело за малым, девушке осталось только зарегистрироваться. В рамках этой акции среди жителей «Самары», которые вакцинировались вторым компонентом в период с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы от различной бытовой техники до современных смартфонов. Для участия всего лишь нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги станут известны уже 26 июля. Она как минимум стимулинула молодежь. В результате все вместе, и акция, которая проходит, и угроза третьей волны пандемии, и рост заболеваемости в нашем регионе, привело к тому, что сейчас у нас ажиотажный спрос просто на вакцинацию. Мы вакцинировали в предыдущий период где-то порядка 120-140 человек в день. Сейчас мы вакцинируем до 500-600 человек в день. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги или по номеру 122, либо прийти в один из трех круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 больницах. При себе нужно иметь паспорт, а также страховой полис и СНИЛС, если нет учетной записи на госуслугах. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Темпы вакцинации в Самарской области растут с каждым днем. Первый компонент вакцины получили более 650 тысяч человек. Среди них есть и звезды футбола. Сегодня привился легенда футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корнеленко, чтобы не ставить под угрозу тренировочный процесс самарской команды. Наш корреспондент продолжит. Даже спортсменам с их крепким здоровьем необходимо помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Единственный способ правильно завести защитный механизм организма и дать достойный отпор заболеванию – это вакцинация. Защитить от распространения COVID-19 себя и своих подопечных спортсменов, с которыми ты контактируешь практически каждый день – это долг любого наставника, считает спортивный директор футбольной команды «Крылья Советов» Сергей Корнеленко. Вместе с супругой решил подать пример всему тренерскому составу и приявился первым компонентом вакцины. Мы приняли с супругой решение, что нужно это сделать, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих родных, своих детей, а также показать пример, что не надо этого бояться. Некоторые команды полностью, всем целиком составом сделали вакцины. Поэтому, я думаю, мы пойдем таким же путем и в ближайшее время вместе с тренерским штабом и руководством клуба обсудим эти вопросы. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже все сделаем вакцинацию. Желающих впервые привиться от COVID-19 по Самарской области становится все больше. На сегодняшний день более 660 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Из них свыше 470 тысяч прошли и второй этап. Прививка, с помощью которой формируется иммунитет к новой коронавирусной инфекции, поможет сохранить здоровье, даже если придется встретиться с заболеванием. Привитый человек перенесет его в легкой форме и убережет себя от тяжелых последствий инфекции. Особенно важно успеть пройти вакцинацию именно летом. К осени начинаются сезоны РВИ, простудных заболеваний. Это необходимо сделать уже сейчас. Прививку защитить себя и близких от простудных заболеваний, от вирусных инфекций. Поэтому это надо сделать в ближайшее время, до сентября. Помочь сформировать коллективный иммунитет против COVID в нашей области может любой человек в возрасте от 18 лет. Кабинеты работают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Например, в ТЦ «Аврора» в Самаре. Также работают и мобильные прививочные пункты. Они выезжают по графику к торговым центрам «Мега», «Амбар» и «Космопорт». Кроме того, по четвергам и пятницам с 11.00 до 15.00 вакцину можно получить в мобильном пункте рядом с Самарским цирком. Михаил Ермоленко, События. Для комфортной дороги домой. В одном из дворов железнодорожного района Самары начали ремонт внутриквартального проезда. Новый асфальт кладут по адресу проспект Карла Маркса, 59А. С ремонта начинается комплексное преобразование микрорайона. Благоустройство пройдет в несколько этапов. Как справляются с поставленными задачами исполнители, узнала Гульфия Сафина. Большой микрорайон с новостройками. В этих высотках железнодорожного района на пересечении Карла Маркса и Киевской проживает десятки молодых семей. Расположение удобное. Вот только внутриквартальные дороги до сих пор оставляли желать лучшего. Решение найдено. Проезды обновляют за счет поступлений из регионального министерства транспорта. Мы хотели, чтобы была территория и для машин, и для того, чтобы жители могли спокойно пройти, чтобы в зимний период было удобно расчищать территорию, чтобы молодые мамочки с колясками могли удобно пройти, и никто никому не мешал. Поэтому здесь мы это все согласовали. Глава железнодорожного района приезжал. Непосредственно мы с ним согласовывали проект и смотрели, как пойдет эта дорога. И действительно нас услышали, это правда. И мы надеемся, что в скором будущем мы увидим эту красоту. В этом году мы ремонтируем со стороны улицы Киевская. Объем здесь около 6 миллионов ботнутриквартального проезда. И устройство здесь бот парковочных карманов, тротуаров. Здесь очень важный объект из-за того, что здесь проход в школу. Здесь очень много детей идет в школу. Поэтому считаем, что начали именно с этого проекта. Проезжая часть, парковочные места, тротуары и установка бортового камня. Общая площадь работ достигает тысячи квадратных метров. Привлекли спецтехнику. Трудятся дорожники без выходных. Работы ведутся интенсивно. Укладываемся полностью в срок. Данный двор является прелегативным. Поэтому все силы приложены здесь. Вот этот квартал, он быстро развивающийся, быстро растущий. Буквально на следующий год еще один вводится дом на 400 квартир. Соответственно, эта дорога конкретно имеет такое районное значение. Это первый этап в большой работе, который проводит администрация железнодорожного района в благоустройстве этой территории. Следующие работы распределили на два года. В 2022-м отремонтируют дороги в районе дома 55 по проспекту Карла Маркса, а в 2023-м по Карла Маркса 49. В планах объединить два проекта и соединить с проспектом улицу Дачная. Всего в железнодорожном районе в этом году будут отремонтированы внутриквартальные дороги в 11 дворах. Помимо этого, в трех дворах ведется благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Еще в трех реализуется губернаторский проект «Содействие». Гуфия Сафина, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Мария Левина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что со следующего года прогнозируется рост среднемесячной зарплаты в России? Да, это действительно так. По прогнозам Федерального министерства экономического развития, к 2024 году она приблизится к 68 тысячам рублей. Но обо всем по порядку. Начнем с курсов валют. Официальный курс доллара на 15 июля 74,17 рубля. Евро 87,47 рубля. Нефть марки Brent оценивается 75 долларов 98 центов за баррель. Среднемесячная зарплата работающих граждан страны со следующего года будет расти примерно на 6,6% в год. И к 2024 году приблизится к 68 тысячам рублей. Такие прогнозы дает Минэкономразвитие России. Кроме того, прогнозирует и повышение прожиточного минимума. В этом году он останется без изменений на уровне 11 653 рублей. А вот со следующего года ожидается увеличение на 2,5%. В 2023 еще на 9%. А к 2024 году Мурот достигнет 14 031 рубля. Кофе рискует стать элитным напитком. Эксперты прогнозируют резкое подорожание кофейных зерен по всему миру на фоне сильнейшей за последние 100 лет засухи в Бразилии. Цены на фьючерсы зерен кофе сорта арабика в ходе торгов в Нью-Йорке увеличились на 18% в течение трех последних месяцев. Почти до 2 долларов за фунт. Согласно прогнозу экспертов, урожай кофе в Бразилии в этом году упадет почти на 900 тысяч тонн в сравнении с 2020 годом. Что станет самым существенным годовым снижением с 2003 года. Самарские новостройки выросли в цене за первое полугодие этого года в среднем на 15-17%. Статистику сегодня подтверждают все ведущие региональные эксперты недвижимости. Подогревает рынок дефицит предложений, а также благоприятные условия выдачи ипотеки. То, что прайс на жилье достиг исторического ценового максимума и снижаться не собирается, сообщают и специалисты рынка всех крупных городов России. Так, в Москве цена за один квадрат местами переваливает за 250 тысяч рублей. Это на 19% выше ценника полугодовой давности. Насколько отличается стоимость жилья в Самаре от столичной и какие прогнозы дают эксперты рынка недвижимости на конец лета-начало осени, узнал наш корреспондент. Все сбережения в недвижимость. На фоне всеобщего роста цен, падения депозитных ставок и привлекательных госусловий по ипотеке, жители все чаще предпочитают вкладывать свои сбережения в недвижимость. Спрос на жилье, прежде всего новой застройки, вырос еще в конце 2020 года. И, вопреки ожиданиям самих экспертов рынка, не перестает расти даже в традиционно спокойные летние месяцы. Вторичное жилье не отстает. Средний рост прайса – 10% по сравнению с мартом. – Появившееся ликвидное жилье достаточно быстро уходит с экспозиции. И сразу то жилье, которое появляется следом, оно уже дороже. То есть, если мы могли, допустим, в начале весны купить хрущевку однокомнатную за 1,9 млн, то на сегодняшний день это 2,3 млн. Рынок новостроек у нас вообще сошел с ума. Вот, допустим, советский район на границе Октябрьского. Конец года, где-то октябрь-ноябрь, 50 цена за метр. Начало года 65 за метр. Сейчас уже это около 80. Впрочем, не только в Самаре наблюдается такая картина. Цены на новостройки, в том числе и из-за подорожания строительных материалов, за последние 6 месяцев выросли в среднем на 17-20% во всех субъектах России. В элитных районах столицы 63-го региона, причем речь идет и о старом фонде, цена за квадратные метры еще выше. Иногда за пределами 100 тысяч рублей. Сейчас цены на историческом максимуме. На данном этапе мы не наблюдаем значительных каких-то предпосылок для того, чтобы цены снижались. Они сейчас стабилизировались. Спрос сохраняется в очень активной такой позиции. Поэтому в ближайшее время предполагать, что цены значительно будут снижаться, я бы не стала. Охладить перегретый рынок, по оценкам специалистов, смогут появление в продаже новых объектов недвижимости и снижение спроса, чего пока не наблюдается. Поэтому эксперты рынка рекомендуют не ждать изменений ситуации. Сейчас лучшее время для продажи жилья. Главное отчетливо понимать, куда направить высвободившиеся финансы. Если же речь идет о размене квадратных метров, здесь рекомендации следующие. Постарайтесь оформлять задатки по договору одновременно, сразу по двум сделкам, как продажи старой квартиры, так и покупки новой. Это поможет нивелировать риски потерь. А чтобы не купить жилье по неадекватно завышенному ценнику, говорят аналитики рынка, не пренебрегайте советами специалистов, даже если сделку намерены проводить без помощи риэлтора. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. В начале сентября в Тольятти заработает новый завод по выпуску сборных железобетонных изделий. Он будет располагаться в районе речного порта. Здание уже полностью отстроено, сейчас идет настройка оборудования. Объект проинспектировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. При реализации проекта в Тольятти локализуют европейскую технологию массового производства железобетонных изделий. Для российского рынка она инновационная. Работы производят по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. Это подтверждается результатами экологической экспертизы, которая дала технологии высшую оценку. Сегодня около 15 часов дня крупный лесной пожар в Тольятти полностью ликвидировали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Как мы сообщали ранее, пожар между Центральным районом и поселком Портовый произошел днем 10 июля. К концу вечера того же дня в Тольятти ввели режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации возгорания участвовала авиация. В воскресенье на тушение крупного лесного пожара. Направили самолет-амфибию Б-200 из Магнитогорска и вертолет МЧС. Ликвидацию открытого горения объявили в понедельник. Финансовый директор аэропорта Курумыч оказался замешан в преступлении. Его подозревают в хищении денег. Данный факт выявили при проведении служебного расследования, сообщили в пресс-службе Самарского аэровокзала. По предварительным данным, сотрудник аэропорта по подложным документам перечислял средства ряду компаний. Деньги полагали за товары и услуги, которые якобы предоставляли эти фирмы. Сразу после выявления факта хищения, руководство аэропорта уволило финансового директора и привлекло к дисциплинарной ответственности еще несколько сотрудников. Кроме того, все материалы проверки передали в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Более 250 бюджетных мест в этом году предоставляет Самарский государственный институт культуры. Дополнительные целевые места появились благодаря областному финансированию. Выпускники будут трудоустроены в ведущие культурные учреждения региона. Проверить ход приемной кампании приехал председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников. Подробнее в нашем материале. В свои 18 Мария и поет, и танцует, и даже ловко управляет парусом. Все не просто так. С самого детства в сердце живет мечта о большой сцене. Больше 500 абитуриентов изъявило желание учиться в Самарском государственном институте культуры. И это цифры только на 13 июля. Приемная кампания в самом разгаре. В этом году за счет средств федеральной казны в институте предусмотрено 235 бюджетных мест. Кроме того, впервые в истории учреждение получило областное инвестирование на еще 28 целевых мест для студентов, которые будут устроены в Самарский театр оперы и балеты, филармонию и другие учреждения культуры региона. Конкурсы у нас обычно на творческие направления очень большие. Самое популярное направление – это актерское искусство. В этом году тоже чудо не случилось. И на актерское направление больше всех заявлений. Ситуация по сравнению с тем годом лучше. То есть мы видим просто по общему количеству, что заявлений уже больше. Беспрецедентные меры поддержки в этом году со стороны Самарского региона и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. В этом году впервые проходит целевой прием по специальности актерское искусство совместно с театром студии «Грань», известность которой давно шагнула за пределы Самарского региона. Мастером курса станет ее художественный руководитель Денис Бакурадзе. Студенты попадут на практику в реальный театр уже с первого курса. Отдельное направление программы магистратуры. Их посвятят управлению музейно-выставочной деятельностью, проектам в креативных индустриях, сценических искусствах, а также в сфере культуры и туризма. Впервые одно из направлений полностью перейдет в онлайн. Экспертами выступят ведущие специалисты Москвы и Санкт-Петербурга. Все условия создаются для того, чтобы вчерашние школьники не покидали родной регион, а выбирали высшие учебные заведения в Самаре. На выбор выпускникам здесь 24 вуза. Им куда-то хочется уехать, вот куда-то им хочется. То есть на берегу Великой Русской реки Волги, самый красивый город, это город Самара. Он в Средней Волге находится, он хорошо как расположен, он красивый. Мы заинтересованы лучших выпускников школ задержать в нашем регионе. В хорошем смысле этого слова задержать. Надо делать все, чтобы не хотелось куда-то ехать. Вот другое дело, человек закончил бакалавриат. Вот он дальше хочет выбрать себе такую специальность, которой в городе нет. В этом году всем поступившим в Самарские вузы область выплатит по 10 тысяч рублей. На эти нужды выделено более 140 миллионов рублей областного бюджета. Подать документы абитуриенты могут лично или дистанционно через личный кабинет на сайте вуза или сервис госуслуги. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других событиях дня. К строительству Самарского планетария приступят в 2022 году. Как уточнили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Хинштейна, проект уже готов и прошел экспертизу. Первый транш в 250 миллионов рублей придет в регион по федеральной адресной инвестиционной программе. Также предусмотрено софинансирование из ниже стоящих бюджетов. Общий объем инвестиций составляет 716 миллионов рублей, добавили в пресс-службе. Площадь нового здания будет примерно 2000 квадратных метров. Это позволит разместить там не только планетарий, но и дополнительные выставочные экспозиции. Большинство из них хранятся на предприятиях авиационно-космического комплекса и в Самарском национальном исследовательском университете. О строительстве планетария стало известно еще в августе прошлого года. В октябре глава региона Дмитрий Азаров представил проект «Планетария». В Самарской области ускорят замену лифтов в многоквартирных домах. Об этом стало известно во время еженедельного оперативного совещания с председателем правительства Виктором Кудряшовым. Эти работы ведет областной фонд капитального ремонта. За последние два года в регионе заменили почти 100 подъемных механизмов. До конца этого года фонд капитального ремонта заменит 210 единиц лифтового оборудования в муниципалитетах региона. Вместе с тем Виктор Кудряшов поручил Министерству ЖКХ совместно с фондом капремонта Самарской области проработать механизм дополнительного финансирования этой работы. Заменить выработавшие ресурс лифты на новые в многоквартирных домах в регионе планируется до 2025 года. В Самаре подросток, устроивший стрельбу на детской площадке, предстанет перед судом. В Кировском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, 13 апреля обвиняемый из квартиры в доме на улице Свободы дважды выстрелил из пневматической винтовки в сторону подростка, находящегося на карусели на детской площадке. Юноша получил легкие травмы. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили следователи. В 2021 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях участвуют 6 городов Самарской области. Всего в списке претендентов на получение гранта 307 муниципальных образований со всех уголков страны. 63-й регион представляют Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвестнево, Сызрань и Чапаевск. В каждом из городов выбрали территорию для благоустройства. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей. Итоги подведет федеральная конкурсная комиссия до 1 сентября. Ранее в этом конкурсе уже победили 8 проектов Самарской области. В Самаре изменили время матчей первого и второго тура российской премьер-лиги между крыльями Советов и Ахматом, а также между крыльями Советов и Спартаком. Игры пройдут 25 и 30 июля и начнутся в 20.00 по самарскому времени, уточнили в пресс-службе команды. Матчи сдвинули на пару часов, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду. Все купленные билеты будут действительны. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»